Но если мы здесь поставим Тесла, то здесь будет не Тесла, а где-нибудь пол Тесла, всего из-за сазора. Вот это и спасает. Здесь пол Тесла, и пол Тесла хватит на... То есть мы пониженные и здесь делаем. А если зазор уменьшить, ну, делают сейчас 0,23 миллиметра зазоры, 0,23 киловаттной мощности. Вот. Тогда она увеличится, это поле. Вместо там 0,5 будет где-то 0,8. Вот тогда это уже существует. 0,23 миллиметра. А почему не когда посаживают, что хотели? Ну, вот делают. Делают. То есть завод электромаш. Электромаш в Лобни. Сам мне этот, главный конструктор об этом сказал. Электромаш. Электромаш. Там выпускаются до полутора киловатт моторы. Я ему сказал это, они сейчас изучают этот вопрос, но после января, сейчас у них, у них сейчас ЧП там, и всякие планы, и так далее, до полутора ватт, вот, они выпускают Лобни. С ними тоже можно связаться, они тоже очень хорошо относятся к этому. Ярослав. Да. Вот. В Лобни есть завод электромоторов, до полутора киловатт выпускается. Да. Для этих самых, для лифтов. Лифтов. Да, да. Вот. Они очень хорошо относятся к новому. И после нового года можно к ним тоже обращаться за каким-нибудь. Я думаю, с удовольствием все это будет делать тоже. Да когда будет что-то рабочее, фырчать, все будут очень настоять и говорить, ребят, и бани, и сауну, и что хотите. А то вы приезжаете. Вытянут все это до конца, и все, но мы ее вытянем, ладно, ладно. Не сут электрификация вписался, говорит, скребков дал там помещение, приезжайте, Ярослав. Че надо, да чем помочь? Чем надо помочь? Сколько там надо? А, под ним он обратил. На магнит. Нет, он сам. Нет, он знакомый, хороший, да. Я говорю, на магнит надо 100 тысяч. И тишина-то. Пусть к нему ездили, он тоже будет. Нет, ну ничего. Ой, а у них там, эти, зарплаты 10 тысяч. Ну да, он говорит. Нет, за деньгами к ним в Академию наук просто нельзя идти. Это хорошо, что вы с ним. Значит, они сейчас работают, тоже продвинули проект. Вот, только я им задал 5 сантиметров, 6 сантиметров. Нет, 5 сантиметров. Они это годы будут делать, понимаете? Да. Они будут это делать годы. Молоды, так. Пока они закажут, утвердят железо. Это ж надо в смету убить. В смету будущего года. Но. Я знаю, как это делается. Новые, ребята, новые обычно в таких случаях делается не так. Значит, ну я в этой системе уже хорошо работал и знаю, как это делается. Они, значит, там ситуация вот такая. Мы работаем, допустим, по проекту, который уже приносит деньги. Ну, какой-то хост договор заключается. Нет, у них ничего не делают. Они нищие, как сритовные крылья. Ну, они нищие, потому что они от государства получают, а государство ничего не дает. Вот, там, туда нет. Вот мы, например, вот там, где я работал, в полупределотных институтах, там вот так делается. Значит, там все говорят, это до министров в годе, там они говорят, вы немножечко больше берите денег по текущей тематике, которая уже в плане. Чуть-чуть больше. И это чуть-чуть списываете на новые работы. Когда они получатся, вот тогда вы их продадите, и мы вам чуть-чуть на них больше прикидем. Вот такая работа. Более того, я эту... По закону, это преступление. Это преступление. Но против на эту вещь, вот так все смотрят. Более того, я еще вам открою секрет. При социализме директору товаре, закрыл глаза, какую-то сумму денег. И он нигде за нее не расписывался. Вот. Он мог ее расходовать по собственному усмотрению. Например, мне он отдал 300 долларов для того, чтобы я отнес этот пакет на веру. Что он просто выбрал из сейта и отдал. Я говорю, чистые деньги. Чище не бывает. Чище не бывает. Ну, хозяйственные расходы. Чистые самокумы. Нет, а вот, допустим, пришла комиссия, не комиссия, а делегации из Соединенных Штатов. Их же нужно покормить вечером. Они же целый день работали. Ну, как, не будем накормить. Ну, да, с поляной. А, откуда, практически? Создавительские расходы. А, да. Не при... Да. Так что... Так, все предусмотрено. Все предусмотрено. Ну... Так, что дальше? Что, Фамин обиделся? Нет? Ну, не обиделся, но... Что Фамин проталкивает? Почему Фамину что-то... Недоверие. Нет, но не недоверие. Нет, 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 нет. Он, наоборот, очень веселый. Успорит это дело. Вот это дело. Да, да. За счет маленьких вещей. Я ему объяснил, что вот это вот самое оптимальное для нас. На двух эффектах. Два эффекта сказал. Вот здесь они очень хорошие. Если уж не получится, то извините. А если у него вот на таком эффекте... То есть переходить на ментализацию нужно после того, как... После того, как не там расчеты делать. Да, выявлены эффекты, когда эффекты подтвердились расчетами, что мы можем пересчитывать и на малых, да? Да, да. Ну вот, может быть... Иначе пальцем выниму. Вот, может быть, вы вот сейчас поймете один эффект. Да, да, да. Снимаю, снимаю. Вот один эффект. Вот у нас роток. Намагничим вот так. То есть магнитные силовые линии идут вот так. Далее, они пассивны. Здесь идет рождение этого магнитного потока. На роторе. Там стоят магниты. Они рождают это поле. А вот дальше это поле идет вот через эти вот вещи. И вот сюда заходит. И сюда возвращается. И здесь аналогично. Вот так идет и сюда возвращается. То есть в этой части идет пассивное поле. Проанализируем, что такое пассивное поле. Вот возьмем длинный-длинный... Вот это раскручим вот так вот. И поставим сюда два магнита. И посмотрим, в середине будет ли магнитное поле. Если достаточно длинный, не будет. Почему? Потому что рассеивание идет магнитного поля. И оно вот так вернется назад. И все. А до сюда не дойдет. То есть вот здесь, в этом месте, мы назвали это как нулевой зоны. Вот здесь этого поля, порождаемого ротором, вот здесь, может и не быть даже при длинной этой вот, ну, длинной, вот этой линии. Не быть. И либо оно явно уменьшится. Но при достаточной длине. А при маленькой оно может уменьшиться, но наничтожно. Мы его можем не схватить. А здесь длина очень большая. Очень большая длина. Поэтому вот в этой части, вот в этой части, когда проходит от ротора переменное магнитное поле, оно вот здесь порождает, в катушках статора, порождает индукционный ток. Понятно? Индукция. То есть в катушках в этих начинает ток крутиться. А вот в этих нет. Нет этого тока. И поэтому противоиндукции нет. А что такое нету, противоиндукции? Значит, мы можем уменьшить напряжение, чтобы получить тот же самый ток. А уменьшить, что это значит? Это уменьшит мощность из розетки. И так получается, что в идеальном варианте, если бы здесь не было этого нуля, то КПД было бы меньше единицы. А поскольку есть в этой области, значит, КПД увеличится. Оно не воздействует никак на катушки статорные. То есть там что получается? Вот идет ток, который мы берем из розетки. И начинаем вращать ротор. А ротор наводит противоэдэрис. То есть уменьшает как бы напряжение. И в результате ток уменьшается. А здесь не уменьшается ток, потому что это нулевая зона. Но не так сильно уничтожается. КПД, следовательно, возрастает. Ну, а он хочет ускорить это, основываясь на современных моторах. Как-то там чуть-чуть. А где-то там расстояние получается вообще маленькое. А здесь маленькое расстояние, и оно полностью захватывается этим полем. Но там мы будем работать иначе. Там мы будем также применять вот эти моторы. Они просто будут мощнее. Почему? Потому что здесь мощнее поле. А вот электрогенераторы будем другую схему использовать. А именно отъемы. Продолжение следует... забрал секретную документацию сейчас я камеру подведу не кладите кладите на стол вот смотрите мы сделаем здесь выступы выступы это не моё ну ладно сейчас генератор обсуждают послушаем может заново нарисуете ну давайте давайте посмотрите эти выступы допустим вот смотрите выступы вот такие вот такой статор сделаем вот такой статор и здесь намотаем вот здесь везде намотали и соединим их естественно сердечник железа в таком случае сердечник железный до сердечник железный вот он сердечник нет а здесь мы сделаем здесь n вот а здесь с сделаем любым способом алюминиевая болванка можно не алюминиевая сделать можно нормально сейчас здесь же магнитным полем все закроется правильно если наклеивать магнит или трубу ну вот допустим сделаем сейчас допустим вот здесь сделаем паланку из магнитомеркой стали а здесь ну магниты наклеим так чтобы был здесь n ну понятно а здесь был с вот так общего этого достаточно зазором здесь вот между магнитами куда любой можно без зазором стиль они просто притянутся да и все притягиваться они здесь притягиваться лучше без зазоров даже чем с зазорами да так ходить на кикне ну а чтобы как бы вот эта нулевая зона она как бы входила и выходила тоже для нее как канал получится какой-то если магниты раздвинуть чуть-чуть нет здесь он вот поле будет вот такой вот такой вот здесь она и вообще к этим дыркам отношения не имели вот такие вот так теперь смотрите что получается если вот это расстояние очень маленькая будет тогда смотрите если ток идет здесь сюда то этот ток будет вот сюда эти то есть то я вот так допустим сюда идет а этот ток идет сюда если эти совместить перемешать между собой тогда они будут образовывать вот вне этой конструкции вне жены вот образовывать вот здесь поле равный нулю нулевое поле на краях двукатушек да вот на краях этих двух катушек таким образом перемешать хорошо будет нулевое поле таким образом и И здесь тоже будет нулевое поле, и здесь нулевое поле, и здесь. Везде будет нулевое поле. То есть эти вот продольные все, продольная эта вся жила не будет наводить магнитное поле вот в этом сердечном, в каждом из этих сердечных. Я понял. А раз не будет, значит, да, что мы имеем? Мы имеем вот так намотали, ток сюда идет. Вот так намотали, ток сюда идет. Здесь тоже ток сюда идет. И так далее. То есть мы получаем здесь круговой ток. Он будет воздействовать на рот, на статок? Да. Он будет. И с другой стороны тоже ток, в другую сторону будет. Этот так, а этот так. Вот. А этот так. Он будет действовать на статор, на статорное железо. Но только эта часть. А вот эти части не будут воздействовать. Но что это означает? КПД сразу возрастает, потому что не будет здесь проходить магнитное поле. И резко сразу возрастает. Против этого мы не можем ничего бороться. А вот против этого мы можем бороться. И сразу резко возрастает поле. И представьте, если мы длинный-длинный сделаем, а здесь узкое. Тогда получается, что даже маленькая машина будет давать огромную мощность. Ну вот идея простая. Да. А получается вот этот канал, который у нас вот здесь идет, он же длинный. Он длинный. И внутри него мы его забиваем скрученным проводом, там, в два или в три слоя туда-сюда его. Получается нулевая зона там четкая. Здесь он находится 20 метров. Никуда не денешься. Простая логика. Никуда не денешься. И бежим, переключаем по этим мулям. Так же съемка получается. Ну вот решение не ошибанное, да? Да. У нас мозг взорвался от этой всей конструкции. Насколько все просто, действительно? Ну, теорию нужно знать. Без этого что-то? Ну, сколько вот мы как бы искали, как бы вот до чего докопаться? Ну, пока. Ну, не знаю я, да. Вроде все. Я, конечно, не математик никакой. Насколько мое развитие позволяет, да. Я еще не нашел тут вот что-то такое. Я не знаю, там, конечно, по-моему, что... Они не умные, кажется, с моей точки зрения. А я, со своей точки зрения, я разобрал кучу всяких моторов. Кучу их отремонтировал. Я представляю, как там что-то крутится, как бы, в реале. И вот таких-то... А вот следующие недели, наверное, ну, примерно через неделю, там, полторы-две, я другой вариант предложу. Когда ротор будет самозакручиваться. Без ману. Да, но это, подожди, не все сразу, не знаю. Самозакручивать с собой. То есть, не нужно его, здесь нужно крутить его. Ну, усилия будут нечтожить. Его можно будет толкнуть? Нет. Его только с тормоза, наверное, можно только издать, наверное, если он магнитный. Да, можно... Как мы смотрим? Да, можно. Старк. Старк, да. Ну, это... То есть, это же будет мотор-генератор в одном флаконе, фактически, получается, да? Да, мотор-генератор. Но очень опасный, потому что он, чем больше будет раскручиваться, тем больше сила на ротор будет действовать, его раскручивать. Он может мгновенно... А, то есть, он в разнос идет, да? В разнос пойдет, и... То есть, набрал тысяча, две, три, тысяча... Разрывом цепи, получается, можно его восстановить. Разрывом. Разрывом. Только разрывом? Обмотом. Разрывом, да. Интересная конструкция. Вот через неделю-две вы узнаете. Тогда самое эффективное. Мы записываемся на лекцию. Ну, так, мы все аккуратно. Я... Тут кое-какие вещи еще доделаемся. Так что, вот это нужно сделать быстро, и все. И все. Все. А все вспомогательные, они пусть будут вспомогательными. Сейчас вот это вот. То есть, это пока... Через тренировочный комплект. Ну, вот уже учебный тренировочный комплект. Ну, он уже, в принципе, сделан. Но у него вот этих уже нету. Ну, нет. И тучи, нет. А генераторе не нужно. Он очень просто. Сейчас я тебе... Он очень просто сделан. Вот этот. Вот хорошо, что Руслан пришел. Нет, ну я представляю, как он... Руслан, смотри. Вот они намотали на известный... Вот без этого, да? Вот. Намотали вот так. А с корпусом, каким образом? Просто сюда залили это... Эпоксид. Эпоксид, ну или еще там, клея. Нет, он... Он не вынимали. Он не вынимали. Он не вынимал. Ну, то есть вот этот... Это вы, что есть обычный... А, они, наверное, не вынимали его. Это же готовый был. Мы же его... Они не вынимали оттуда статок. Вот он зуб идет. А, ребята, вы вынимали статок? Нет, нет. Так, на него. Нет, прям так. А как, он его туда просовывал? Нет, картушечка наматывалась. Катушечка с танком. Да. Образовывалась картушечка. И потом его туда... Вот так, по одной штучке туда. Ну, это... Нет, это неправильно. Вы неправильным образом сделали. Я не... Вот. Должна быть вот такая обмота. Но она такая есть. Только у тебя и кошина у вас. А, нет, 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 нет. Вы не так сделали. Вы вот так сделали. Вот, смотри. Вот, смотри. Вот так. Раз. И сюда. То есть вокруг этого. Вокруг зуба, да. Вот это. Зуба. И все. И все. А, ну так, конечно, можно и по одной туда всадить. Не, ну у них же не на каждый. У них смещение на несколько зубов же у вас идет. Смещение на один зуб. Даже не смещение. У них они вот... Сейчас рисую, вы все. Через один, да? Нет, нет. Через каждый. На каждый. У них через один идет. У вас через один идет? Нет, вот сейчас рисую. Вот каждый. Нет, в каждое. Вот она наматывается, 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 вышла и пошла наматываться сверху. Просто получилось, если мы разрежем отсюда и посмотрим отсюда, то получается, что она в зубе, сейчас нарисуем. Это.. Получается, что вот эта катушка лежит вот здесь, вот так вот. Следующая катушка лежит вот здесь. А вот эта уже, вторая катушка, она лежит вот здесь, прям на ней, потому что она получается, как-то с перекосом. ладно я сейчас попытайтесь вот с таким зубом вот пластины а через неделю не через 10 я уже решение другое такое вам там когда это все будет не неважно а нам нужно было положить вот таким образом правильно вот одна катушка 1 вот я так нарисую допустим тут 15 витков например и вторая катушка должна положиться значит вот здесь далеко нарисовал вот так вот так вот да да и между собой вот здесь вы должны это тяжело мы или скрутить или скруто и так и сяга наматываешь то значит в пазике то что он их нужно перекрутить и очень аккуратно а если их сначала перекрутить а потом пытаться вложить тогда мне мешает мешает да не вложить не надо вертая не побольше делать значит да зубцы вот без этих штучек должны быть но тогда она выпадает вот мы сделаем сама закручивающиеся но нам нужно предусмотреть как-то разрыв обмотка вот попросить можно вот если мы вот эту вот штуку вырвем получается корпус у нас есть одна крышка вторая крышка здесь базики для уже подшипников и вот из-за таких вот вещей там есть вот эти заготовочки которые показал да если мы на них нарежем конечно молочится вот эта стопка и мы туда туда раз и все да можно и уже здесь можно будет нарезать как раз вот такие вот от сих и до сих три зубчика например здесь пазик и снова три зубчика это по моему хорошо смотрите значит притык можно сделать здесь а притык вот и и залить эпоксидкой туда велики ну и так делать и должно валютин григорьевич да очень комитом металл не должен же вот сюда короче да я боюсь я боюсь чего что мы ошибемся и только сюда пойдем вот а если будет между этим и этим зазор тогда будет маленькое поле поменьше поле пластинки между собой контактировать не должно быть изоляция должно быть да обязательно это во всех случаях и вот этот вот край не должен касаться металлических Сделайте хотя бы пару миллиметров зазор. Здесь еще большой зазор. А туда пластик загнать, да, по кругу? Да нет, вот фискальмили и залили туда эпоксидку. А если там два миллиметра, он тогда ляжет вниз на два миллиметра и у нас подшлили. Не, ну подставь там, подставь, сделай как следующее. То есть два миллиметра, потом какой-нибудь пластик поставить снизу, ну со всех сторон и потом уже этим самым эпоксидный стмолар. Да. Это хорошая идея. Тонкость. Да, тонкость. Тонкость, чтобы можно было снять потом. Ну ладно, это не важно уже. Слушай, наверное, знаешь, вот эти фиговины, их, наверное, сначала лучше, правда, в кассету загнать будет диски, а потом мотать. Целее, наверное, будет. Нет, где-то я обычно покажу. А, ну. Там попроще. Хорошо. Ну все равно, как мотать? Все равно, и секта, и без... Ну да, насильно-то затруднений не представляет. Это, во-первых, можно сделать даже вот так, ребята. Наберите, вот здесь, допустим, вы сколько? 0,6, наверное. 0,6? 0,6 провод. А, 0,8. Сейчас 0,8. 0,8, да? То есть, ну, по-другому. 0,8. А вы наберите, скажем, 3-4 провода, 0,35. Или им легко мотать, он мягкий, все и хорошо ляжет. Сколько виточков? Вот на большой мы там будем по-четыре виточки в секцию мотать, а вот здесь, которые поменьше, сколько сюда мотать? А сколько войдет? Половина сюда и половина сюда. Да. Нет, я понял. А толщину примерно... Вы так же рассчитали? Как, кстати, толщину? Четыре провода во втором месте. Ну, в качестве двигателя. Да, на двигателе, да. То есть, сколько сюда? По четыре миточка примерно на каждую секцию. А какой вариант? Я уже запутался. Это... Да. Сам мотор... Вот этот вариант только уменьшенный. Да. Он только просто уменьшенный. Ну, уменьшенный. Давайте здесь говорить. Да. Значит, то, что... То есть, вот на этом уменьшенном... Получается, здесь у нас небольшой будет по четыре виточка в секции уже. Четыре виточка-четыре виточка. А в маленьком... Ладушка. Привет. 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 В их сити. Съемка идет. Люди очень интересуются, где ты, Ладушка, что я тебя не снимаю. Вот я тебе звоню, чтобы завтра осуществить мега прорывной репортаж. Прорывной репортаж. Хорошо. Какой? Аммер. 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 У четыре будет обладать где аммеру. Может быть. Аммер. Аммер. Ну и сто... Ну, в общем, он немножко больше, если дает, чем один прорыв. Аммер. Да это, я-то, я-то, я понимаю. Да. Ну, и он легко намаживается. Нельзя крыть критики, где премью. А то вот в этой части, если очень круто все, здесь вот может пороматься все. Аммер. Там для каждого... Для каждого шереного репортажа существует свой радиус закрутки. Аммер. 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 irie вот только вот этот... . И вот так. Зд Avenue. Вот. Подлиге сделает все. ! Воум Ihnen сказать... Целая огромная графическая работа. Титари家 ведет. Буду видеть таким работой. Давай попробуем. Да. Но не хвостик вольт дает, да? Ну да, но пока... Но мы даже видео засняли. Вот маленький. А вы как сюда подсоединяете? К 1-му и к 2-стамаду так. А, на 1-й точке там? Да. Ну вот теперь вот это умножь, сколько там фаз тебе получится вообще? В общем... В общем, мы раскручивали и от двигателя присоединяем туда 2-12 лапочки. Ну да, 2-12 лапочки. Ну там просто. При маленьких оборотах почти ничего не дает, а при больших там уже начинают нацветить. Там очень страшно, там просто летает. Вот, 2 лапочки. Сколько там? 600. 666 с нагрузкой, по-моему, да? Да. А без нагрузки 400. То есть на 200 на 1-й увеличивается. А, не-не-не. При коротком замыкании 800 становится. 800 это с чего? Не ампер. Не ампер. А, ну это уже то. Слушай, ну у меня кунинчный мотор гораздо меньше. У меня там же время бывает. А, ну, рапурус? Нет. Нет. Интересно... Тут точка там 2 ампера дает на коротком замыкании. Нет. Интересно, что при коротком замыкании ротор не тормозится. То есть в обычном генераторе там сразу должно было стопорить, а здесь не происходит. Он вращается? Ну, может из-за того, что там задействованы всего лишь 2-3 катушки? Нет. Нет, нет. Это не из-за того, что вот здесь. Я все задействовал, считай, которые у меня там были катушки. Он тормозится сильнее, но все равно не как корректор для бюджета. Да, он в катании, там больше у конклера. Ну, вот первый блин почти полом. Ну, только те результаты есть. Ну, это нужно отселить это все. Ну, почему? Илья, а ты вот мотор хочешь только? Как генератор. Как генератор он у нас уже не получается. Как генератор переменного тока для начала. Вот здесь вот выставил, и все. Ну, конечно, при переменном токе КПД будет меньше. Магнитус взял дискер. Я не думал, что у него пола так не будет. Так, ну что, заканчиваем. Самый закрутипетр, наверное, можно использовать еще один вращающийся элемент. Нет, здесь вот особенность. Особенность, я уже говорил, но особенность такого мотора, что можно еще один сделать ротор. Вот мы и здесь ротор сделаем. А можем и здесь ротор еще сделать. Тогда нужно просто... А один снаружи, друг снаружи. Они просто будут вот так, крепко связаны и все. И здесь. Почему? Потому что мы можем такую толщину пластины взять, что будет поле не только сюда заходить, но и сюда заходить. Ну и, следовательно, накрутить этот. Ага. Вот так. Но это уникальный вид, поэтому я думаю, что промышленность только там в исключительных случаях. Мощность будет потрясающая. Потому что мощность будет потрясающая. Мне там, близко по КП «Горизонт» разломали тот мотор, который я не только поднимал. И пластины отдали мне. Я сначала запротестовал, мол, я его не подниму. А потом прикинул, да подниму. Там же его нужно перетаскивать. Но я его сделал еще позже. Я его просто на полу начал. Не на столе, а со стола можно снимать. А его там килограмм 50-60. Сначала якорь оттуда вытащили, потом на ноги. Ну да. А начал просто собирать его, наматывать на полу. И перед... А как же вы туда засовывали этот ротор-то в него? Ротор-то разработал виду. Ну вот, с полями надо исключить движение. И сюда засовываешь, чтобы не могу разложить на этот момент. Я еще вот какой-нибудь думал, ты видишь. Значит, ротор захватил веревкой, стальным тросом. И так сделал вот такую противочку. Лебедочку. 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 А здесь я сделал вот тонкую такую фольбу. Чтобы крепкую. И ее вот так вот растребушил. Вот так. А здесь поставил, ну, подставки, вот такие подставки, которые бы ротор вот так тащили сюда. И это... И начал аккуратно, аккуратно его втаскивать ротор сюда. И как только он на такое расстояние, уже появилась сила. Да. Еще сюда. Ну, на салазках здесь аккуратно идет. Потом на вот эти вот... Отперся там немного. И потащил их туда. И очень аккуратно. Но все равно, по-моему, вот здесь у меня там идет короткое замыкание. И за счет этого тоже уменьшается его. Так что вам нужно так... Здесь, во-первых, поставить 0,3 мм. Да? Миллиметр будет 0,3 мм. И поставить так, чтобы он точно шел. Вот на станках. Ну да. Мы, наверное, этот... Ротор зажмем в бабку. А статор со всей этой фиговиной будем сбоку придвигать второй бабкой. Можно так. Скорее всего так. Но вот щите, ротор сразу так ворвется. Его тоже нужно... Ну, нормаленько будет. Так, ну что, у нас следующее, значит, что мы сделаем. Значит, все это дело окрасим. Угу. 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 Потом схватите его вот за эти вот, да? Хорошо, конечно. Уже интересно. Кстати, вот вопрос подходит. Когда будем красить, да. Между ними надо будет... Какую-то прослойку. Пластик. Вот покрасить. И дальше. И дальше. Вот так вот наделать на эту длинную. Я их вот так вот заводил сюда. Ага. Ставил. Заводил сюда. Ставил. И они вот так висели. Потом, если я их вот так поворачивал, чтобы торея нормальная. Угу. Два раза просто и тонких слоев. Просто кунаем, в жидкий лак вытаскиваем, смешиваем, в печку засовываем, сушим, вытаскиваем опять их. Опять еще раз кунаем, еще раз сушим. Два раза. И все. Можно тогда просушить. Двадцать минут хватит? Двадцать минут хватит на просушку? Нет? В печке, да. Двадцать минут до... До какой-то степени три. В печке, да. До третьей степени какой-то сушки, так называемой. И двадцать четыре часа потом уже до полгода. Ну, это понятно. Вот. А когда двадцать минут его можно... Ну, ну, там уж можно. Да, посмотрим, да. Чтобы не было матерности. Конечно, а то он плоскость не будет. Да, здесь можно вот так вот переворачивать их. Правда, вот здесь вот тогда не будет. Ну, тогда обмажетесь. Когда уже сделаете ровно, тогда здесь вот обмажьте этим все. Когда соберем, по-моему, сделаем. Да, вот тут. Поэтому, говорю, лак разведем. Жиденько-жиденько, короче. Чтобы было по всем понятно. И лучше два слоя, если может даже три, если понадобится. Посмотрим, на то он будет ложиться. Чтобы тонкий тонкий. Больше, чем меньше. Потому что, если там капельки возникнут, он начнет наперекосяк вставать. А потом, когда он складывается, здесь затягивается, да, лампочками? Ну, да. По-моему. Ну, и в самом слове, вот эти вот гризерные. Это так, это, как бы, сборочные, так и сборочные направляющие там. А потом, вообще, стяжка вот эти вот сюда загоняем, и фу, и все это дело в гильзовой. Вот такой, да? Да. А если вы сварите, то он будет сваркополименеть. Конечно. Ну, по-моему, кальций, то он не уровень. Огромный слость происходит. И все он прям по форме. Вот когда этот двигатель, ну, там, наверное, пилонат 15 был. Ну, такой вот, этот двигатель. Пилонат 15, наверное. Вот. Там крепление было вот такое. Ну, этих не было, конечно, вот этих. И здесь, ну, а здесь вот такие вот были штуковинки. Ну, они 2 сантиметра и 3 сантиметра металла, да? 3 сантиметра высотой. И вот они здесь вводились туда. И потом вот эти все выходы 2 сантиметровые с варкой приваривались. Вот здесь вот шел такой... Это... У кого? У кого? У кого? У кого? У кого? У кого? Все, ну, он сказал пример. И они приваривались просто вот вот, выходящими оттуда, этим. Вот. И все. Сварка была. И нам пришлось разваривать это все. Так. А из-за шпучки мы еще хотим всю штуку садерюом долг. И вот сюда вот проложим фторопласти. Прям туда, тоненького, трубочки, трубочки. Разрежем, по верху. И прям сюда вложим фторопласт. А зачем? Ну, чтобы были... У тебя же... У тебя же... В облётке уже будет самая модная потушечка. Нет, а мод только теперь здесь же. А здесь не будет ничего. Нет, под провод. То есть вот тот же канал. И туда мы... На маршрут того чеку будет, без картона или что-то. А потом туда пробовать. Нет. Не надо. А! Опять! Вот сюда! Да, да, да. Ну, да. Вот. Здесь делается так. Сейчас. Нужно найти специальную... Есть специальная бумага. Нет. В трафлатке есть такая штука. Она автодорит. Не то, не то, что хоть как. Да. 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 Нужно найти специальную бумагу. Да. 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 Нужно найти специальную бумагу. Да. 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 Это можно... Да. 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 А мы и так и будем. Да. То есть взял наконечник на 25 см, туда наконечник и схватил Вадимир Борисович, а потом есть согласование для испытаний, нужно сразу заливать? Ну, как сделали надо, сразу заливать нужно. Вот что еще. Поскольку у нас... У нас не будет 6 пятков сего утра. Вначале вы смотрели 3 даже. Ну, 4 сделайте. Ну, тогда ток должен быть большой. Ну, там все равно, если 10 объект взять, умножить на 200 вольт, мы получаем 2 кВт. Вот это меньше, 2 кВт. Вот, так я, что я хотел сказать. А, смотрите, мы вот здесь поставим изоляцию, да? И еще можно такую изоляцию сделать. Давайте. Вот у нас идет провод. Вот. Здесь. Это один пробок. А здесь вот идет вот такой. Здесь второй пробок. Состоящий из проводков. Здесь третий. Третий. Здесь четвертый. Ну, четыре дальше. Ну, я вот думаю, здесь получится у нас... Нет. Тут давайте не мешать. Один на один получится их мотать. То есть мы берем в полоскости и вот так вот один на один свой мотаем. Или лучше... Это к этому относится или к этому? Нет, к маленькому. Не нужно. Сейчас к маленькому большому. Вот. Поэтому лучше еще дополнительно изолировать. Каким образом? Вот здесь вот так. Понятно, понятно. Да. А в один сюда положить. Да. Будет тогда от этих проводников будет изоляция. Тогда мы можем точно гарантировать, что у нас короткого замыкания нет. И следовательно, не будет этого уменьшения мощности. Ну, а обычно это... Что-то прочее. Нет этого... Этого робота. Но мы... Давайте сделаем это для надежности. Ну, давайте, да. Да. Для надежности. Чтобы быть абсолютно уверенным. У нас уникальный эксперимент. И следовательно, что уникальный метод жизни. Ну, ну, в порядке, если у нас вот эта часть аркута, в которой в воду, на этих базов, термоусаживающаяся труба просто. Ну, термоусаживающаяся труба, да. Ну, если вот, допустим, вот эти провода... Да, ну, термоусаживающаяся. А здесь вот еще и садятся положить. Да, да. Ну, если она тонкая, допустим... Тонкая, тонкая. Она по температуре сжимается. А, есть такая... Есть, я знаю, я знаю. Минус. Она же, если мотор греется, она же... Ее сжимается больше. Нет, она не сжимается на мягкой остановке. В углах она будет проорезаться. Это термоусаживание. Да. Вот это же будет. Вот это же будет. Вот это же будет. Мы возьмем в терапластовую ленту, и его вот так вот весь западаем. Да, в общем, просто там усадка была, что было удобно. Просунув, воздухопадул, она сама сжалась уже здесь. Но она... Чуть-чуть нагреется. Она, конечно, плачет. Чуть-чуть от сколько? 200 градусов, потом разогреется. Нет, это хорошо. Но если она быстро... Мягкая. Мягкая. Мягкая становится. Там она может... Но она мягкая, но сжимается при этом. Да, она перележит потом. Нифига. Не такая мягкая ловка. Она так... 8-7 обладает. Может... Не-не-не-не. Не надо думать. Чем жарче греешь, она тем все уже, уже пытается... В общем, давайте то, что к динамике идет, лучше. Да. Да. То есть там элитмоторы мотаются, там чуть-чуть не платят. Элитмоторы просто ставят, избират. Есть стеклоткань. Но стеклоткань обмазывают. Эти силовые плода. Вот и все. Никой там термосат. Просто я не пользуюсь еще. Ну все. Вот дырки вот эти. Все лучше. Термосат еще есть, знаешь, например, у нас на ручей. Термосат. Ну это да, да. Не тоненькие. Это как раз таки есть у заклата. Она вообще схватывается. Все. Провода даже никогда не будут шевелиться. А вы будете еще протреливать? Я не могу. Я не могу. Я очень честно. А получил бы, что лаком заливать проклеватель. Или эпоксидный проклеватель. Да. Смотрите. Что, что там, да нет, лаком. Нет. Волк, битум, молок специально для этого есть. Для заливки они как цементируют там молки. Вот. И далее они даже делают что? Если вот провода склеились вот здесь вот, они обладают тем возможности, что они вот сюда проникают и их распаскивают. То есть они обладают, ну как это называется, я забыл, когда вот вверх идет. Капиллярные. 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 Капиллярные свойства нет. Вот. Поэтому и совершенно спокойно делают вот так моторы. И я совершенно уверен, что там никакого заливки нет. Капиллярные. Она раздвигает все. Ну все это продумано уже. Сколько уже? Сотнюю лет. По мотору они же работают. Он по 20-30 лет. Вот этот, который не списали, он 30 лет работал. И то его списали просто потому, что была полностью переделать и все там готово уже. Так. Ну все, вроде, отморка. Давай сюда. Да. Вот это интересно будет. Поле выйдет вот сюда? Если не выйдет, то КПД приличный будет.